9 мая и 3 июля – это не просто праздничные даты, это символ подвига всего белорусского народа, его героизма в годы Великой Отечественной войны, и как важно знать и помнить о том, какой ценой завоеван мир на земле Белоруссии – победа. Для всех нас это праздник ликующей радости, торжества и светлой печали. 9 мая является днём всенародного торжества, праздником Победы! Но за ликованием народа в победные дни стоит ужас лишений и тяжких, нечеловеческих испытаний, которые прошли солдаты Красной Армии. Мы знаем об этом из фильмов, книг, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной, но и этого мало. А потому цель инициированного проекта «Открытый киноархив» в этот день мы приближали, как могли, показать уникальные кадры хроники, снятые военными кинооператорами на месте кровопролитных боёв. Фильм «Освобождение» – это об операции «Багратион», это про освобождение каждого белорусского города. Этот фильм в хронологическом порядке показывает освобождение территории Белоруссии, начиная с города Гомеля и заканчивая нашим славным городом Брестом. В основу фильма положена документальная кинохроника, которая впервые будет показана массовому зрителю. Ну, в этом и уникальность этого фильма. Фильм будет показан как студентам исторического факультета, безусловно, поскольку именно историки могут оценить значимость и ценность этого фильма. Также будет показан фильм и учащихся молодёжи школ и лицеев, ну и некоторым трудовым коллективам. Фильм начинается с кадра в освобождении Гомеля и завершается выдружением Красного Знамени в свободном Бресте. Перед зрителем разворачивается панорама наступательной операции «Багратион» и боевые действия Красной Армии. Все эти кадры можно увидеть благодаря героизму операторов фронтовых киногрупп. Они находились на передовой, они запечатлели горькую правду отступлений, организацию первых партизанских отрядов, бои, переправы и радость тех, кто первым вступил на освобождённую землю. Ценой кадра порой становилась жизнь оператора. Из 258 погиб каждый третий. Военный кинооператор – это очень уникальная и опасная профессия. И из 258 операторов времён Великой Отечественной войны погибла треть. То есть это был очень тяжёлый труд. Благодаря самотверженному труду военных кинооператоров мы можем своими глазами увидеть ожившую историю в кадре. В напряжённом молчании студенты исторического факультета Брестского университета имени Пушкина вслушивались в каждое слово директора архива, всматривались в кадры кинохроники. Это неудивительно. Они – будущие педагоги. Именно им через несколько лет рассказывать о войне своим ученикам. А миссия эта весьма непростая. Безусловно, важен фильм про освобождение Республики Беларусь. Он показывает то, насколько это было тяжело, насколько нужно было добывать эту победу своими жизнями, рисковать своей жизнью. Забывание подвигов героев, солдатов Красной Армии – это, безусловно, некрасиво и неправильно. И так же, как и другие солдаты, рисковали своей жизнью. И забывать то, что они сделали, они приводят к тому, что, к сожалению, сейчас происходит на Западе. На мой взгляд, он дает толчок и для размышления, и для укрепления эрудиции. Особенно у учеников исторического факультета, которые должны быть как раз таки в школах, в других заведениях, как раз таки быть проводниками идей о важности. С подвигом советских солдат. Очень важно, что благодаря этому мы можем окунуться как раз таки в те события. К 80-летию освобождения белорусской земли от фашистской нечисти в фойе Главного управления юстиции развернулась выставка «Была война, была победа». Представленные на выставке документы иллюстрируют три блока, связанные с Великой Отечественной войной. Это первый – оккупационный режим на Брещене. Второй блок – это геноцид мирного населения Брещена, опять-таки, в годы Великой Отечественной войны. И третий блок посвящен возобновлению мирной жизни, когда уже после освобождения начинает наш регион возрождаться, отстраиваться, восстанавливаться. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.